добрый вечер гомель меня зовут наталья волынец сегодня вторник а значит на телеканале беларусь 4 мы даем полезные советы которые пригодятся каждому сегодня поговорим о том как питаться правильно очень интересно как вы питаетесь придерживаетесь ли вы какой-то диеты какой-то определенной систему питания может быть у вас есть собственная методика или особые секретные правила делитесь с нами по телефону прямого эфира 34 22 43 а также оставляйте свои сообщения в вайбере и конечно же согласитесь что в последнее время многие из нас все-таки приходит к мысли о том что пора наверное начинать питаться правильно тем более что скоро весна и очень нам хочется вот сбросить эти самые лишние зимние килограммы но не всегда получается и наверное для того чтобы начать питаться правильно и подумать о собственном здоровье надо узнать как это сделать вот сегодня в прямом эфире мы расскажем об этом всем добрый вечер сейчас я вас буду представлять значит так у нас сегодня в гостях юлия лемешка многодетная мама которая вот так вот между кормлением ребенка да вот решила прийти к нам на передачу и если я не ошибаюсь предпочитаете питаться правильно предпочитаю предпочитаю а вот подробности до подробности узнаем далее в нашей программе но вообще на самом деле это очень интересно узнать также секреты стройности и красоты модели с обложки журнала вот одна из них сегодня в нашей студии дорогие друзья екатерина дубровская вице-мисс международного конкурса краса вселенной 2018 выглядите как всегда роскошно так что рады видеть да рады видеть нашей студии ну а разобраться в правильном питании нам конечно же поможет эксперт без него никуда это врач-волеолог гомельского областного центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья елена короткевич добрый вечер спасибо что нашли время потому что тема важная согласитесь да вот сразу прежде чем перейдем как бы так статистикам и к основным советам вопрос такой для всех кто из вас вообще придерживается какой-то вот четкой может быть системы и правил в питании но начнем молодой красивый да я скажу что я в основном не придерживаюсь правильного питания у меня нет какого-то стабильного там графика но конечно стараюсь исключать какие-то вредные продукты но в основном я кушаю то что я хочу а диеты часто за всю мою сознательную жизнь ни одной диеты я не соблюдала это серьезно я думаю это какое-то просто открытие бы для многих женщин которые до мечтали когда-то и почему-то не стали моделями хорошо тогда несколько таких наводящих вопросов что завтра что на завтрак обычно на завтрак вот допустим сегодня у меня была каша овсянка ну и бутерброды с а то есть оно это такой нормальный завтрак постоянные или практически да так хорошо ужин как поздно бывает ужин вот с ужином вот так как у меня работа операционной сестры и часто вот я позавтракала и в течение дня я могу вообще вот на операцию помыться и не покушать и потом вечером я прихожу домой ну и могу так поесть и это неправильно но кушать то хочется хорошо если это 11 12 ночи там по каким-то причинам ты будешь скажу что перекус до какой-то ма маленький но ни в коем случае в 11 нет я не ем мне нет желания почему-то вот вечером поздно нет не получается юль но как поздно можете вы поужинать позволить себе я могу достаточно поздно даже именно поужинать потому как я кормлю грудью и поэтому мамы которые прошли через это понимают что есть хочется всегда и в моей семье тоже могут поужинать достаточно поздно потому как режим жизни всей семьи он заканчивается поздно то есть мы вот немножко неправильно может быть ложимся спать около 11 вечера да и поэтому мы можем поужинать и в пол девятого и даже в девять часов вечера вот единственное только что стараемся конечно на ужин выбирать продукты достаточно полезные да но при этом хотя бы чуть чуть меньше снизить совсем не убрать колораж но хотя бы его снизить да то есть это может быть и грудка куриная то есть это могут быть салаты овощные то есть ну вот что то такое вот меня внимательно слушает весь ваш образ жизни скоро мы услышим выводы определенные но хорошо давайте тогда не так расскажите пожалуйста юля как питается вообще сегодня ваша семья в принципе вот какой вот самый главный принцип здорово это питание насколько я поняла и все ли члены семьи придерживаются вот этих нам приходится всем придерживаться этих принципов потому как в доме растут две дочери спортсменки старшая средняя дочь они занимаются фигурным катанием а сколько им лет сейчас старше 15 средний 9 лет и у них конечно все питание подобрано непосредственно под их весы да то есть те на которых происходит взвешивание еженедельно в ледовом дворце и конечно уже вся наша семья подстраивается вот под такой режим и ритм питания и каждая из них задает тон уже в тех блюдах да то есть те предпочтения и но мы конечно супругом стараемся прислушиваться и придерживаться да то есть конечно практически белый бедный ваш супруг я знаю что он у вас пекарь по профессии и тут еще три девушки которые на 4 девушки до 4 уже петель девушки которые блюдут фигуру что называется вообще как вот пирожками не балует он конечно нас балует но как-то вот сладости у нас в доме вот так вот чтобы мы прям так вот хотели уже прям сладости детям хочется все время знаете вот хлеба почему-то простого даже хлеба потому что тоже его надо ну по возможности ограничивать поэтому конечно им даже хлеб где-то за счастье ну а торты допустим что-то печеное какие-то пирожки поэтому у меня вообще дело очень свекрови она вообще большая молодец да если уже вот мы приходим в гости на нам все это делает мы благополучно кушаем мы уходим да хорошо скажите пожалуйста вот елена катерина вот как вы считаете ну назовите на ваш взгляд три основных правила полезного питания как вы считаете что показывает ваш опыт вот ваш катерина я считаю что нужно кушать мелкими порциями и каждые три-четыре часа не так как я да а правильно знаете но не делаете не получается физически из-за работы вот ну вот как многие говорят и фитнес тренера тоже что кушать надо часто но дробно как считаете юля вы я считаю что необходимо пить воду вот сейчас это очень пропагандируется пропагандируется я с этим полностью согласно стараться чтобы с собой всегда была вода да потому что даже вода может запомнить я заметил до эфира постоянно с водой да да я стараюсь у меня очень много дома и у детей тоже да вот всегда есть с собой вода вот и плюс еще очень важно обязательно в рационе иметь сырые овощи и фрукты это очень важно нам конечно с почти шестимесячной такой затяжной зимой и осенью и весной это сложно но всегда на прилавках можно найти те продукты которые капуста квашеная морковь да кстати вот квашеная капуста да очень полезный нужный продукт да и еще очень бы хотелось сказать про то что важно питаться действительно как сказала екатерина вот небольшими порциями но часто у меня даже в машине всегда лежат сухофрукты с собой орехи то есть вот орехи они вообще достаточно быстро утоляют голод а теперь послушаем что скажет врач-валиолог елена николаевна да мы тут уж прям все расписали слушай и думаете зачем вы пришли сегодня в студии потому что звучало очень много что из этого действительно правильно что не во первых правильно что должен быть завтрак обязательно и каша это лучше это очень хороший вариант я могу сказать не отличный вариант тоже икрой с икрой тоже неплохо смиря какой конечно в этом бутерброде хлеб все таки лучше у нас смирь как икра я не края натуральная она любая хорошая вот а хлеб конечно лучше отрубной черный не белый а черт то есть завтрак идеальный вариант это овсяная каша да но не обязательно овсяная это может быть и гречневая то есть каша желательно даже не быстрого приготовления конечно нормальное каждую варишь там вот это да это идеальный вариант для завтрака в принципе как мужчины, так и для женщины. Очень правильно, что овощи и фрукты обязательно должны быть в нашем рационе ежедневно. И, как рекомендуют специалисты ВОЗ, и у нас в Республике Беларусь не менее пяти порций. Условно. Я слышала, даже 500-600 граммов. Ну да, если 100-120 грамм, так и будет. 4-5 порций. А вода? Почему нет? Это очень важно. Я послушала, порадовалась. Юль, сколько выпиваете? Да, оно считается по весу, где-то 70, считается, что я могу спокойно выпить 2-2,5 литра. Без проблем. Просто воду надо всегда носить с собой. Наливать ее, носить с собой, тогда по глоточку, по глоточку ты выпиваешь. Лена Николаевна, а если человек не может выпить столько воды? Нет, естественно, тут есть ограничения. Так тоже нельзя прямо сейчас всем идти и пить по 3 литра воды в день. Понятно. Вообще норма около 40 миллиграмм на килограмм веса. Если чистой воды, вы же еще какие-то напитки. Хотя все считается, все остальное это как еда. Но нужно учитывать состояние здоровья, почки, например, мочеводящая система и какие-то другие сопутствующие сердце, сердечно-сосудистые системы. Так стоит ли себя заставлять? Да, заставлять не надо, но контролировать нужно. То есть если вы, особенно в жару, оно, в принципе, отражаться будет на самочувствии, на состоянии кожи. И лучше, конечно, не то чтобы заставлять, но если вы будете об этом думать и знать, что нужно это делать, и небольшими порциями вы привыкнете, это не будет вам в тягость. Но вообще правильно, очень правильно, питьевой режим, чистая питьевая вода очень нужна в рационе. Ну, еще один миф это или, наоборот, утверждение сейчас узнаем от вас, это ужин. Вот мы часто говорим об этом в нашей программе и часто слышим самое разное мнение. Вот Катерина, она может ужинать до 12, а потом уже никак, да, даже если голодная ходила. Нет, не до 12, даже до 10. До 10 где-то, да. Как я уже где-то комментировала на одной из передач, вот, у нас у людей разные биоритмы, разный режим труда и отдыха и так далее. То есть тут даже не столько важно именно конкретный час, сколько это перед сном, и какой у вас режим. То есть если вы поздно ложитесь, потом поздно встаете, у вас такой биоритм, то вы можете, конечно, если вы там 5-6 поужинаете, вы потом очень захотите есть, это будет стресс для вашей пищеварительной системы, в целом для организма. То есть оптимально за полтора-два часа до сна. До сна. Да, да, и, конечно, не смещать калорийность и всю, как сказать, весь нагрузку на вторую половину, не надо на ужин. Ну, давайте я вам назову... Естественно, лучше в первую половину дня. Назову, ну, скажем так, 5 продуктов, которые очень популярны обычно, ну, среди моих знакомых, допустим, да, а вы скажете, что из них ни в коем случае нельзя на ужин, а что в принципе, ну, почему бы и нет. Пельмени. Я просто, подождите, перечислю. Пельмени, так. Борщ, жареная картошка, овощи с рыбой, ну и, например, апельсин. Какой из этих вариантов? Вот овощи с рыбой я бы сочла, наверное, оптимально. Апельсин это слишком, наверное, если вы особенно плохо позавтракали или пообедали, вы, конечно, не свою... Важно ведь... Не заснете, я так понимаю. Важно ведь не даже, сколько мы в абсолютных показателях съедаем по весу. Важно, чтобы это было адекватно тому, сколько мы энергии потратили, допустим, столько же нам надо восполнить, да. И, ну, плюс есть какие-то необходимые пластические... Ну, то есть нам организм нужно восполнять, там, белки, то есть это нужно для существования. И, естественно, если вы будете там одними фруктами или, там, не знаю, один йогурт в день, понятно, что это будет приводить рано или поздно к дистрофии. Вот, что касается пельменей... Все так облизнулись, но при этом сейчас мы, да, скажем, что это не в хорошем уже. Ну, почему бы... Рассуждать можно вообще философский подход, я практикую обычно. Если это, собственно, приготовление из какой-нибудь там нежирной телятины, плюс еще хорошее тесто, что же по-разному. Ну, то есть тут тоже такое достаточно спорный вопрос. Главное, наверное, не переборщить с порцией. Да, да, главное, чтобы это действительно было не прямо перед сном, и, конечно, не переедать, и чтобы это не было заправлено каким-то супер там жирным соусом и чем-то таким супер еще. Жареную картошку я бы... Ну, то есть... Знаете, у меня вот знакомая... У меня знакомая одна есть, она на севере жила очень долго. Она когда приезжала к нам в гости, ну, разносолы, да, мы встречаем, пельмень домашний. Она пробовала все. Но один кусочек пельмешки, да, один кусочек чего-то, и всегда стройна была необыкновенно. Да, мне кажется, вот доза, норма, это вот один из важных моментов. Знать меру, это один из сложных моментов, да. Вообще, смотрите, вот сегодня настолько много существует мифов, связанных с правильным питанием, и один из них, что чем меньше в продукте жира, тем он якобы полезнее. Вот так ли это на самом деле, Николай? Тоже могу прокомментировать, пояснить. Если человек здоров, у него нормальная масса тела, соотношение, то есть индекс массы, нет склонности, то есть нет избыточной массы тела, то не стоит впадать в крайность. И вообще, в принципе, любая крайность – это плохо, на мой взгляд. Не надо исключать из своего рациона, ну, если у вас нет каких-то определенных показаний по каким-то причинам, нарушения обмена веществ, там, еще чего-то, мы не берем эти крайности. Мы говорим про условно здоровых людей. Не нужно исключать из рациона никакие компоненты. И жир тоже нужен, особенно в детском возрасте, например. Да и взрослому человеку тоже. Конечно, с возрастом мы рекомендуем ограничивать, но это не значит, что нужно полностью исключать. Я бы так не сказала. Хорошо. А что же тогда такое, на самом деле, правильное здоровое питание? Я знаю, что эти вот, скажем так, терминология даже, не говоря уже о таблицах здорового питания, меняется очень часто в последнее время. Вот что такое здоровое питание сегодня? Что такое правильное питание сегодня? Есть, конечно, основные принципы, но я бы никогда не сбрасывала индивидуальные особенности организма, и всегда должен быть индивидуальный подход. И человек, если он прислушивается к себе, ну, обладая какими-то знаниями, я считаю, определенными, он всегда найдет то, что ему подходит, и то, что будет радовать, помимо того, что он будет чувствовать себя хорошо, быть в форме и привлекательный физически, плюс к тому, что чувствовать себя хорошо и быть здоровым, ему все это будет в радость. А основные принципы я вот уже начинала озвучивать. Первый — это энергетический баланс, то есть мы должны адекватно нашей физической нагрузке питаться. Второй важный принцип — это полноценность, биологическая полноценность. То есть белки, углеводы. Да, все эти компоненты основные, белки, жиры, углеводы, микро- и макроэлементы должны быть, конечно, все. Клетчатка, пектин, то есть, в принципе, полноценно по всем компонентам. Обязательно нужно учитывать условия проживания, тоже имеет значение, и микроклимат, и условия работы, и так далее. То есть это, в принципе, адекватное и режим питания. То есть адекватное по энергетической составляющей, по полноценности с определенным режимом, плюс в определенных условиях жизни вашего, вашего трудового процесса и микроклиматических условий. Это и есть, по сути, полноценное здоровое питание. Вот такие, казалось бы, довольно несложные, нехитрые совершенно принципы питания. Но тогда объясните мне, почему сегодня проблема питания, скажем так, неправильное питание, настолько актуальна. Ну, я так понимаю, что это фастфуды, которые сегодня очень у нас популярны, что уж греха-то, и каждый иногда может это попробовать. Это, конечно же, образ жизни, вот как Катерины, работа, и не только у Катерины такая постоянная, у вас определенные тоже стрессы. Но, может быть, я чего-то не до конца просто еще здесь понимаю. Расскажите нам, пожалуйста, почему это так все именно сегодня аккумулируется, и мы все сегодня считаем, что мы ведем неправильный образ жизни и обязательно хотим, да, что-то изменить в своем питании. Раньше картошка, драники, сало в деревне, капуста, яблоки моченые. Ну, вспомните, если так вспомнить, во-первых, у них адекватная была физическая нагрузка, начнем с того. Если ты там сено поносишь, покопаешь там лопатой, и потом придешь и даже достаточно все калорийно съешь, то, в принципе, это не будет так страшно, как если ты проснулся, поел, поехал на машине, на лифте поднялся, спустился, на работе сел опять в кресло. То есть... К обеду испытал стресс. Сложно, да. И, в принципе, и сразу после... Да, 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 точно. То есть, естественно, это что касается калорийности. Плюс вспомнить, питались достаточно много со своего огорода, овощи и фрукты всегда были в рационе. И не так много, кстати, мясо и сало ели, как говорят. Больше как-то ближе к праздникам, кстати. Ну, если так, уже в большинстве случаев. Не у всех, конечно, но в массе своей. А вообще, да, вы правильно озвучивали, что ритмы жизни, вот эти стрессы, технологии, вот это все, урбанизация, плюс фастфуды, да. И хочется, мы где-то лениться больше стали, плюс привычки, многие вещи закладываются в семье. Наверное, традиции куда-то уходят. И в связи с этим еще тоже. Уже с детства у ребенка где-то вот начинают формироваться неправильные пищевые привычки, какие-то традиции неправильные. Вот мне интересно, Юль, вот у вас трое детей. С появлением детей, даже с того момента, как вы вышли замуж, насколько изменилась ваш, скажем, образ жизни, связанный именно с питанием? Да, мы сегодня, кстати, с детьми это обсуждали. Даже вот ехали с тренировки. И я у детей, я задала им такой вопрос. То есть, как вы думаете, вообще вот меняется, на что мне старшая сказала, да, надо успеть съесть что-то вкусненькое, потому что съедят все остальные. Да, то есть вот это тоже, кстати, вот один из нюансов. Ведь раньше семьи были очень многодетные, даже трое это была, там, не совсем многодетная семья, да. И надо было успеть съесть то, что поставили на стол. А сейчас, вполне возможно, что-то мы покупаем где-то немножко с излишком, с избытком, да. То есть, и если это один-два ребенка в семье, оно остается, как это не доесть, допустим, да. И плюс еще, конечно, мы стараемся детей, как бы там, ну, не было, но тем не менее, вот конфеты, какие-то сладости, они раньше были как, ну, как сказать, как поощрение, может быть, как бонус, да, какой-то. Награда. Кстати, я вот слышала, я слышала, что в вашей семье, у вас эти трое детей тоже хочу вот обозначить, да, у нас сегодня такие вот интересные, да, собрались гости в студии, что в вашей семье какое-то такое строгое табу на конфеты, да, то есть вы своим детям, насколько я понимаю, их запрещаете. Ну, я бы не сказала прямо, что строгое табу, но значительно ограничиваю, скажем так. И как вам это удается? Я вот это хочу сказать. Со старшей вообще, со старшей дочерью вообще не было проблем, просто мы не покупали, и ни мы в семье, ни родители, ни в свек, то есть я как бы не, ну, можно сказать, запретила. У меня ребенок, допустим, мы старшая дочь, мы ходили в магазин, я даже не понимала, что это конфеты. Ну, для младших такого, конечно, не было уже. Нет, я не могу сказать, что полностью они у меня прям такие вот бедные, несчастные, не в виде сладкого, вкусного. Но я стараюсь приформировать у них такие привычки, что они не так зависимы от этого. Прям не такие уж сладкоежки, плюс я стараюсь чем-то более полезным заменять. Вот еще что главное. Еще очень хороший, мне кажется, полезный совет для наших зрителей. Вот действительно, прежде всего, обратить внимание, наверное, на семейные традиции. Ну да, если ничто вокруг не ест, они не хотят и не завидуют. И, наверное, подавать пример, да? Если ты эту сладкую газированную воду не покупаешь никогда, то они, в принципе, по ней не сохнут. Юль, ну вот какое любимое блюдо в вашей семье? Любимое блюдо? Да, вот какое вы готовите, и вот, может быть, все члены семьи любят, и полезное, обязательно полезное. Полезное – это салат из свежих овощей. То есть тот, который мы можем даже в студии приготовить. Можем. Мы кое-что приготовили. Я надеюсь, это будет совпадать с вашим списком. А то мы так часто сегодня говорим много о еде. Давайте что-нибудь уже приготовим и попробуем, да, в конце концов. Так, смотрите, у нас есть сладкий перец, огурец, помидор черри, творожный сыр. Ну а вот дальше ингредиенты тоже вы нам добавили. Расскажите, что из этого можно приготовить? Из этого можно приготовить греческий салат, но по-белорусски. Так, интересно. А что такое греческий салат по-белорусски? Вот там есть какая-то белорусская особенность. Обязательно, да. Эту особенность подсказали мне дети и, соответственно, уже интернет. Всемирная паутина. Дети подсказали творожный сыр. Обычно в греческом салате используется, например, сыр фету. Он достаточно соленый, хотя по консистенции он такой же. Но вот творожный сыр, это фактически спрессованный творог, и в нем практически нету соли. То есть это очень, скажем так, не просто полезно, но еще и вкусно. Так, это один ингредиент для белорусского сыра? Да, творожный сыр, это наш белорусский творожный сыр. Да, в принципе, наш, да, уже продукт. И, конечно, всемирная паутина подсказала мне наш белорусский продукт. Это льняное масло. Да, мы знаем о полезности оливкового масла, мы знаем о полезности подсолнечного. Но вот льняное, оно только совсем недавно вернулось к нам. Льняное масло, кстати, очень часто использовали. И вот буквально там в дореволюционное время, да, это был такой продукт, который рос у нас и растет сейчас, да. И его необходимо употреблять хотя бы чайную ложку в день. Мне кажется, что Юля очень много знает для обыкновенной мамы. Ну что ж, дорогие друзья, пока Юля у нас нарезает овощи, мы разыграем пригласительные билеты на выставку шоколада. Ну, раз о идее сегодня разговор, напомню, что выставка искусства шоколада проходит сейчас в Гомельском музее Дворцово-Паркового ансамбля. Ну и для того, чтобы получить пригласительный билет на двух человек, надо позвонить в студию по телефону 34-22-43 и ответить на вопрос нашего конкурса. Сегодня все о еде и конкурс тоже. Какой продукт, дорогие друзья, как вы считаете, используется в качестве основы для одного из таких популярных соусов, как гуакамоли? Вы не знаете? Ну, будем надеяться, что наши телезрители узнают и расскажут об этом нам. Итак, какой продукт, дорогие друзья, используется в качестве основы для соуса гуакамоли? 34-22-43. Разыгрываем два пригласительных билета на выставку искусства шоколада, которая проходит в эти дни в музее нашего Дворцово-Паркового гомельского ансамбля. Кстати, шоколад. Как Катерина, модель, красавица, стройная, молодая. Как к шоколаду относимся? Особо не горю по шоколаду. То есть такого нет? Если так вот можно скушать с чаем долечку, ну так нет. Юль, скажите честно. Могу даже чай пить просто, просто чай, без всяких шоколадок и тортиков. Я очень люблю шоколад, но тоже отказываю себе часто в этом. Да, Юль, а вы как? Я спокойно отношусь к шоколаду, стараюсь употреблять горькие. То есть там, где больше какао-масла и меньше молочного жира. Ну, мне, чтобы горькие употреблять, нужно над собой поработать. Да, я работаю над этим, да. С орехами с изюмом, например. Горький с орехами с изюмом, в чём такой смысл? Ну или хотя бы тогда тёмный попытайтесь. Молочный всё-таки я бы не советовала. А вот если тёмный, либо горький, и несколько долек, почему нет? Так потому и отказываю, понимаете? Поверьте, я не одна такая. Вот, кстати, у нас есть одно сообщение от Маргариты. Она, видно, прониклась вашим рецептом. И знаете, что пишут? Я в такой салат обычно добавляю рыбу отварную. Очень, очень сытно получается. Да, я тоже где-то видела, сёмгу можно добавить, например, да, она тоже, можно, кусочек солёной сёмги, например, или форель, она тоже даст свою соль. Да, и полезность в виде ненасыщенных жирных кислот. Ну, у нас, мне подсказывается, есть варианты ответа на вопрос конкурса. После телефонного звонка обязательно узнаем, что же думает врач-валиолог про наши рецепты, наш салат. И хочется, конечно, его уж попробовать. Итак, напомню ещё раз вопрос конкурса. Какой продукт используется в качестве основы для соуса гуакамолли? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут, скажите? Татьяна. Татьяна, ну, вот в двух словах. Вы вообще правильно питаетесь или неправильно, как вы считаете? Ну, не всегда. Не всегда? Да, всю неделю я могу питаться правильно, придерживаться режима питания, водяной режим. Ну, а суббота, воскресенье, это будут гости, это будет ещё какое-нибудь застолье, то, естественно, там уже будет всё неправильно. Ну, мне кажется, то, что вы так откровенно уже, да, вот к себе так критически относитесь, мне кажется, это первый шаг, наверное, да, к успеху. Признание. Да, признание. Спасибо большое за вашу откровенность. Ну, что ж, как вы считаете, какой продукт используется в качестве основы для соуса гуакамоли? Если я не остываюсь, то авокадо. Вы правильно ответили на вопрос конкурса. А сейчас, да, сейчас даже вам расскажем рецепт. Авокадо, лимон, соль. Всё это мы перемешиваем и получаем соус. Известный такой соус, как гуакамоли. Попробуйте, кстати, дорогие друзья. Я недавно попробовала, да, и мне очень понравилось. Поэтому вот решила с вами поделиться таким рецептом. Кстати, как авокадо? Вот как вы прокомментируете, вот, скажем, такой вот известный рецепт? Ну, достаточно экзотичный, конечно, но в принципе, если с каким-то... Лимон, соль и авокадо? Да, нормально. В плане здорового питания приличное сочетание. Да. Причём и с рыбой, и с мясом, и с чем хотите, дорогие друзья. Ну что ж, спасибо большое за телефонный звонок. Только что мы разыграли два пригласительных билета на выставку шоколада в наш музей Дворцово-Парково-Ансамбле. Дорогие друзья, будет ещё один конкурс. Не пропустите. Салат готов? Да, практически сам салат, то есть его основа, она готова. Напомните ещё раз, что мы порезали. Перец, огурец, творожный сыр, помидоры, черри. Помидоры можно взять как черри, так и большие обычные помидоры. Но черри я люблю. Они такие смотрят, так интересно. Да, так вот покрасившие. И вообще, кстати говоря, черри полезнее. То есть у них как-то побольше полезных веществ. Теперь сюда мы добавляем оливковое масло. Наливаем, да. То есть, ну, опять-таки, здесь уже смотрите по, скажем так, как вы любите. Да, по количеству, да. Сюда я добавляю, как уже говорила, льняное масло. Оно, конечно, немножко изменит вкус блюда, да. Будьте к этому готовы. То есть не переборщите, да? Да, у меня супруг, когда не видит, что я его добавляю, тогда он ест. Да, а когда он уже видит, что я добавила, то он... Убери его. Ну вот мужчинам, конечно, сложнее привыкнуть после подсолнечного масла, да. А если да, вот если добавить такие вот приправки... Добавляю, да, обязательно приправы. Это, как правило, приправы для овощных салатов, либо прованские травы, вот таким образом, да. И он перемешивается, да. Соль мы не добавляем. Я не добавляю соль, да. Бальзам на душу вот для Елены Николаевны, мне кажется. Супруг, конечно, может добавить себе соль, или если это гости, то они по желанию тоже, безусловно, себе перец. Кстати, черный вместо соли еще хорошо. И выжать сюда, кто любит немножко вот с кислинкой, лимон хорошо, да. Ну кто-то любит, кто-то нет, да. Можно сюда добавить еще пекинскую капусту. А, кстати, ведь действительно греческий, традиционный такой классический рецепт. Это же какая-то зелень, капуста, да-да. Да, да, можно добавлять еще сюда пекинскую капусту. Ну, наверное, наша белокочанная не совсем подойдет, да. Либо какой-то листы какого-то салата, например. Листовой. Да, листовой салат, да, хорошо. А положите попробовать мне греческого по-белорусски. Да, конечно, надо снять пробу. Лина Николаевна, вы пока расскажите нам, пожалуйста, вообще как часто надо употреблять вот овощные салаты. И, ну, мы говорили о том, что должно быть 5-6 порций овощей, да? Каждый день, безусловно, конечно. Каждый день салат. А как вам вот такой вот рецепт? Неплохой рецепт. Свежие овощи сочетаются с творожным сыром, с этим. Тем более, раз мы не досаливаем дополнительно, если еще добавить сюда зелень какую-то живую, очень-очень, и плюс растительное масло, да. Все-таки салаты рекомендуется заправлять не майонезом, не сметаной, а лучше, конечно, растительным маслом, не рафинированным. И в этом плане, да, помимо подсолнечных, подсолнечный тоже, кстати, неплохой вариант. Не рафинированное подсолнечное масло, неплохой вариант. Конечно, можно уже какую-то экзотику добавлять, и оливковое там чередовать, и ляной еще какой-то. Ну, в принципе, в принципе, даже без ляного это неплохой рецепт. Это хороший рецепт. В принципе, у здорового. Да, и каждый день такой салат вполне может быть в вашем рационе. И, мне кажется, он довольно бюджетный. Его можно действительно рыбке давать. Да, чтобы не приелось, можно его периодически как-то немножко менять. Маслины, оливки можно добавлять. Но если маслины, оливки, конечно, тоже солить я не рекомендую, потому что у нас, конечно, проблема с потреблением соли в целом в Республике Беларусь надо ограничивать. Надо ограничивать. В данном варианте салата, дорогие друзья, соли нет. Но только вся натуральная и естественная, которая содержится, в принципе, в продуктах. Специи какие-то, вкусы прибавят. То есть проблема в том, что если вам невкусно, то компенсируйте соль, лучше заменять какими-либо специями. Ну, на самом деле, пришло время попробовать салат. У нас сейчас будет реклама. Мы все хотим попробовать, да, поделимся своими впечатлениями. Напомню, дорогие друзья, что сегодня в прямом эфире мы говорим о правильном питании и, конечно же, готовим правильное блюдо. Наш телефон в студии 342243. Рассказывайте, как вы питаетесь, придерживаетесь ли вы каких-то правил, систем, диет. Может быть, делитесь своими интересными, полезными и вкусными рецептами. В общем, ждем ваших звонков и сообщений в Вайбере после рекламы. Дорогие друзья, на Беларуси 4 прямой эфир. И сегодня программа «Добрый вечер. Гомель» говорит о правильном питании. Причем не только говорит, а мы еще и готовим вкусное правильное блюдо. Вот только что сняли пробу, да, вот еще до сих пор весь этот вкус, да, чувствуется. Мы делали салат очень вкусный, такой греческий по-белорусски. И дальше у нас будут еще интересные рецепты, поэтому оставайтесь с нами. Но я бы хотела, конечно же, зачитать несколько вот сообщений от наших зрителей. Вот, например, Оксана пишет, что она старается есть мясо и рыбу два раза в неделю. Это мы говорим о правилах здорового питания, вот как наши зрители вот это видят. Часто варит борщи, отказалась от кофе и сахара. Вот что скажете? Рыба, мясо два раза в неделю, борщи, отказалась от кофе и сахара. Оксана считает, что это прекрасный вариант, вот такой вот секрет, скажем так, правильного питания. Как я уже сказала, у каждого секрет свой. Но в этом есть рациональное зерно, в плане того, что меньше сахара кофе, да, кофе лучше, конечно, заключается из рациона. Мне как кофеману, я с этим борюсь. Вы с этим боретесь? Да, с сахаром, я легко отказываюсь от сахара. Тут как бы нелегко, все-таки некоторым людям сложнее. Что касается рыбы, да, рыбу лучше, мясо, конечно, я не склонна полностью советовать, вернее, вегетарианство строгое, я против этого, считаю, все должно быть в меру. И не нужно исключать. Но два раза в неделю мясо, вот что написала нам Оксана. Я не могу сказать конкретно для этого человека, насколько это рационально. Если у нее при этом достаточно молочной продукции, возможно, для нее это хороший вариант. Рыбу рекомендую, да, один-два раза в неделю мясо заменять рыбой. Можно мясо, допустим, говядину, еще какие-то сорта заменять птицей нежирными сортами, почему нет, кроликам, тоже это хорошо. Потому что все-таки проблема, если в целом популяцию брать, то у нас в плане перекос, да, идет вот животного происхождения, продукта, особенно жирная. То есть мы много потребляем белорусы. Не на постоянной основе, но периодически все-таки я советую где-то смещать в сторону растительного происхождения, плюс вот, ну да, овощи, фрукты. Совсем отказываться я не советую. Кстати, ну вот скоро пост начинается. Вот что вы, какой совет дадите вот людям, которые 40 дней, вот, да, пытаются питаться таким образом? Я не могу насчет поста дать совет, это все-таки, считаю, больше как-то духовные какие-то вещи, связанные с верованиями. Тут я в этом, не специалист в этом вопросе. Что касается, как диета такая своеобразная, вегетарианская на некоторое время, если вам позволяет состояние здоровья, если вы этого хотите, если вы видите, что у вас, ну, были перекосы в плане животного, жирного раньше, у вас, может быть, какие-то уже избыточный вес появляется, и вы чувствуете, что вам это нужно, то плюс вы не беременная, не кормящая женщина, не ребенок, то есть не болеете, там нет у вас заболевания желудочно-кишечный тракт. То есть я говорю, есть категория людей, которым вообще без консультации специалистов, да и вообще им не нужно это, нельзя себя ограничивать. Если вы условно молодой здоровый человек, и вы чувствуете, что вам это нужно, единственное, что советую все-таки от рыбы, я бы не советовала полностью отказываться, там, кстати, по-моему, не буду врать, так сказать, но, по-моему, рыба бывает предусмотрена во время поста. И плюс, конечно, тогда нужно обращать внимание на полноценный растительный белок, то есть должны быть бобовые, там, фасоль, горох обязательно в рационе, соевые, то есть те продукты, которых максимально смогут, ну, полноценный растительный белок, плюс молочные, конечно, я бы тоже не советовала в этот период. Да, да, полноценный продукт. Спасибо. Дорогие друзья, вот как питаться правильно, чтобы скорректировать фигуру? Согласитесь, очень актуальный вопрос такой вот, да, накануне весны, в конце зимы, и вы знаете, вот прямо сейчас своими советами с нами поделится Светлана Харужей. Это инструктор по фитнесу. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер, Горя. Добрый вечер, Светлана. Мы вас очень рады слышать в прямом эфире на Беларусь4. Знаете, мы тут уже и готовим, и спорим, и пытаемся похудеть, но самое главное, мы говорим сегодня в прямом эфире о том, как питаться правильно. Расскажите, пожалуйста, как питаться правильно, чтобы скорректировать вообще фигуру и все-таки не навредить при этом своему здоровью. Ждем ваших советов. Вообще питание при занятиях фитнесом всегда зависит от цели, к которой стремится человек. Потому что если мы говорим об общем похудении, например, когда человеку нужно сбросить 20 кг, это один результат. Если же это коррекция фигуры и перераспределение объемов, это несколько иначе. Но в этих случаях всегда есть правила, которые нужно соблюдать, чтобы тренировки были эффективными. И я очень поддерживаю участников программы, которые говорят о питании в режиме каком-то. То есть, например, для эффективных тренировок важно питаться в режиме 3 плюс 2. То есть это три основных приема пищи, завтрак, обед, ужин и особенно завтрак, и два перекуса. Однако будьте внимательны, потому что в промежутках не нужно, знаете, не нужно кусочничать. Когда иногда бывает, что люди пытаются перекусывать, называют это дробным питанием и перекусывают весь день. И поэтому, чтобы правильное питание, ну оно как-то способствовало похудению, эффективным тренировкам, нужно дать организму возможность трансформировать энергию в работу, да, в свете питательного вещества. Поэтому стараться не перекусывать постоянно, а соблюдать режим 3 плюс 2. Хорошо. Ну и еще... Да, говорите, пожалуйста, я думаю, уже... Да, я еще хочу дать одну рекомендацию. О ней не говорилось в программе, а ли затрагивалась, и я с этим согласна. Вы знаете, очень важно при коррекции фигуры употреблять углеводы до 16 часов, а уже к вечеру переходить на белковую часть рациона и овощи. Это очень важно. И еще соблюдать порции. То есть порции до 200-300 граммов. Это идеальный вариант. Не больше. И, естественно, большую часть калорийности на первую половину дня. Светлана, а что вы порекомендуете на ужин, вот если мы действительно хотим вот как-то скорректировать свою фигуру? Может быть, это кефир, йогурт какой-то? Мне, вы знаете, мне очень понравился ужин рыбы с овощами. Так. И, да, чудесно. И перед сном я также согласна с тем, что ни в коем случае нельзя ложиться голодной. Да, то есть за 2 часа до отхода ко сну необходимо обязательно что-то перекусить. Но, опять же, вы знаете, не всегда, например, кефир – это низкокалорийный продукт, который можно употребить за 30 минут до сна. Если взять стакан кефира, в нем достаточно много калорий. И поэтому старайтесь все-таки питаться, например, салатом, который вы в студии приготовили чудесным, и отварной грудкой, если вы находитесь на коррекции фигуры. И потом попить воды, потому что вода – это наша аксиостроенность, это всегда вода. Вода – это вода. Спасибо. Ну, насчет кефира вы, конечно, удивили. Да, мне показалось, что вы прям приравняли его к плитке шоколада на ночь только что по калорийности. Но, в любом случае, Светлана, скажите, а какое ваше любимое блюдо? Вот очень интересно. Все-таки инструктор по фитнесу. Что любите? Вы знаете, для меня правильное питание – это не система каких-то очень строгих ограничений, каких-то запретов. Поэтому в моей жизни есть сладости. И мое любимое правильное блюдо – это желе на слитанные десерты. Я их очень люблю. У них всего лишь 60-70 калорий. Вот такое мое любимое правильное питание. Ну, что же, Алина? Я укушаю, употребляю, потому что нахожусь, скорее, уже не на коррекции фигуры. Главное, вы знаете, главная цель. А мы, тренеры, мы обладаем знаниями в диетологии, в нитрициологии. Поэтому всегда смело обращайтесь к тренеру, ставьте цели, достигайте их. Спасибо большое. Настолько оптимистично. Вы нас зарядили, да. И хочется уже и попробовать этого желейного вашего десерта. Кстати, с вас рецепт в одной из наших программ. Да, и, конечно же, хочется уже отправиться на фитнес-тренировку. Дорогие друзья, Светлана Харужа, инструктор по фитнесу, делилась советами, как же правильно питаться, чтобы скорректировать фигуру. Подождите. Но вот эта рекомендация по поводу кефира. Мы всегда на ночь выпиваем стаканчик молока или кефира и считаем, что он у нас практически худит. А тут, оказывается, это калорийный продукт на ужин. Ну, это все относительно. Кефир бывает антопроцентной жирности, например, трещем. То есть это все, во-первых, относительно. А во-вторых, все-таки боль наша, я думаю, не в том, что мы выпиваем кефир стакана на ночь, а то, что мы картошечки, котелочек съедаем при этом за полчаса до сна. Это знаете, что мне напомнили. То есть, конечно, если у вас стадия ожирения достаточно высокая, то да, и кефир может усугубить. Но если вы достаточно, я же говорю, в хорошей форме, то кефир вас не испортит. Скажите, вот мне вот интересно, Катерина наша, которая всегда, в принципе, в форме, при этом мы узнали, что она совершенно не сидит на диетах, да? Но есть же какие-то продукты, Катя, на которые у тебя табу, которые ты никогда не будешь употреблять вообще и почему? Оно и табу, и, слава богу, радость. У меня просто вот жареная картошка, много людей очень любят ее. Конечно, да, все любят жареную картошку. Мне почему-то эти продукты не нравятся. И благодаря этому я их не готовлю, ну, не кушаю, и это для меня табу. Ну, шоколад, я так поняла, тоже как бы, да? Шоколад, ну, не привлекает меня. Вот я могу плиточку там маленькую, не плиточку, а долечку съесть из шоколада, а так как бы нет, ну, нету такого желания. Катя, ну, расскажи тогда, поделись, как ты подержишься в такой идеальной форме? Ну, в чем секрет-то? Я предполагаю, что... Все кушаешь, на диетах не сидишь, ну... Что это все-таки мой образ жизни. У меня и девиз по жизни, движение — это жизнь. Ну, и оно в этом и заключается. Я постоянно в каких-то бегах, постоянно в каких-то конкурсах, в каких-то мероприятиях, везде участвую. То Минск, то Россия, то Беларусь. И вот так как-то перебежки такие. Ну, возможно, мой образ жизни влияет на мою фигуру. То есть то, о чем мы говорили, да? Поел, отжался, поел, отжался. Да, так у меня не отжался, а сел на крючок и поскакал. Принцип охлопости на известного актера, да, вот поел, отжался. Питанием, да. Здоровье и красота — это не только питание. Это обязательно еще должна быть какая-то физическая, да, адекватная нагрузка. Безусловно. Тогда будешь и красивый, и здоровый. А какой вот коронный рецепт у мисс нашей? Расскажи, пожалуйста. Я, конечно, поделюсь, но он не совсем такой правильный и полезный. Я очень люблю удивлять своих гостей, любимых своим десертом итальянским тирамису. А, то есть готовишь сама тирамису даже? Да, да. Но дело в том, что там входит в состав маскарапоне. Там кошмар, что входит в состав. И он очень жирный, очень. Там процент жирности велик. Поэтому его как бы по праздникам можно, да. Это маленький кусочек. Вот сейчас многие женщины слушают тебя, смотрят на тебя и думают, какая счастье, вот как повезло, честно, да. Вот на диете не сидит, тирамису готовит и уплетает, что называют, всех угощает, да. И при этом, ну бывает же так, что вот, например, ну не хочется тирамису или переела тирамису. И в такие моменты, когда вот конкурс какой-то, ну, конечно, какие-то продукты я исключаю обязательно, ну, поддерживаю себя как-то. Ну и часто вот в такие моменты я меньше кушаю и по утрам вот я готовлю смузи. Да, ну, мы приготовили продукты, и я надеюсь, мы смогу поделиться рецептом с нашими зрителями. Итак, смузи – это такой напиток, который, мне кажется, подойдет и на ужин, и на обед, и на завтрак. Что нам надо для приготовления? Да, я использую обычно половиночку банана, полстаканчика молока и полстаканчика апельсинового сока. Ну, пока ты нарезаешь бананы, у меня созрел тут конкурс как раз-таки, дорогие друзья. Два пригласительных билета на выставку «Белорусский амбротип. Музей фотографий» разыграем прямо сейчас. О бананах, что называется. Вопрос, какая страна является крупнейшим поставщиком бананов в мире? 34, 22, 43. Ждем ваших вариантов ответа. Итак, молоко. Полстаканчика сока. Апельсиновый сок. Только апельсиновый здесь, в принципе, да? Ну, я люблю апельсиновый. И банан, да? И все это просто мы взбиваем. В блендере взбиваем, да. Ну, можете помочь. Так, держим. Сейчас как поужинаем, дорогие друзья. Ну что, готовы ли еще, ну да? Да, думаю, да. Ну, главное, чтобы размешал с нами банан. То есть ни сахара, никакой корицы, ничего сюда не добавляем. Я почему-то себя как-то приучила, даже вот в последнее время, раньше очень любила с сахаром чай, кофе, сейчас исключила абсолютно. Главное, к этому привыкнуть. И чай будет казаться очень вкусным без сахара. И когда я у знакомых пила с чай с сахаром, мне показался он отвратительным просто. Дело привычки. Линкова, можно я вам предложу для того, чтобы, да, я подойду, для того, чтобы вы не просто попробовали, ну и, конечно же, прокомментировали потом этот напиток. Катерина, расскажи еще раз его рецепт. Так, да, спасибо, я тоже попробую. Для одного человека полбананчика. Не сладко, сразу скажу. Очень насыщенно, да, и очень легко, здесь молоко, очень легкий такой напиток, очень вкусно, кстати. Да, полбанана, полстакана молока и апельсиновый сок тоже половиночку. Все это в блендере. И, пожалуйста, очень быстро, 5 секунд и готово. Выпил и пошел. Ой, спасибо, Катерина, действительно вкусно. Как вам? Да, мне тоже понравилось. Что скажете? Нет, вообще неплохой вариант. Одобряю. Единственное, что для тех, кто озабочен калорийностью, если есть какие-то ограничения, что сок, если он пакетированный, а не выжатый, он тоже содержит сахар. И, ну, так вот, если вы проанализируете, ну, таких прилично, достаточно количеств. То есть лучше свежевыжатый можно, да, вот попробовать? Лучше, да, да. Апельсин, да. То есть, да, да, это не камень, как скажут, а просто, ну, комментарий, что, да, если свежевыжатый, то, конечно, да, пакетированный сок, сахар не надо добавлять, он там и так достаточно, поверьте мне, содержит. Ну, и бананы, конечно, ну, тоже достаточно калорийные фрукты, хотя, мне кажется, полбанана, я думаю, в таких количествах точно не навредит. Очень мне понравилось, и на вкус приятно. Можно, может быть, другими фруктами. Да, и может быть, если кто-то может проэкспонтировать, какие-то другие там фрукты может заменять, добавлять, я думаю, еще лучше будет. Хотя это тоже очень хороший вариант. Спасибо. Кстати, дорогие друзья, есть вариант ответа на вопрос конкурса? Мы про бананы задавали вопрос. Какая страна является крупнейшим поставщиком бананов в мире? Слушаем наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Эквадор. А почему вы решили, что это Эквадор? Это Эквадор. Почему вы так решили? У вас есть какие-то точные данные? Ну, потому что там самые вкусные бананы. А, самые вкусные. Вы знаете, к сожалению, это не Эквадор. Это одна из самых больших стран-поставщиков вообще. Хорошо. А попробуйте еще какую-нибудь страну предположить, которая является все-таки самым крупным. Ну, во-первых, там Филиппины, Гватемала. Еще. Ну, к сожалению, это неверный ответ. Ну, к сожалению, это неверный ответ. Филиппины, Гватемала, Колумбия. Еще колумбийские бананы очень хорошие. Да, они действительно хорошие, но самый крупный поставщик бананов. Какая страна? Ну, давайте как-то подскажем уже нашим телезрителям. Да, вот как-то вот так вот. Африка. А, вы думаете, это Африка? Ну, нет, не Африка. Ну, к сожалению, нет. Ну, к сожалению, попробуйте еще раз. Может быть, вот подумайте, перезвоните. 34 22 43. Итак, дорогие друзья, какая страна является крупнейшим поставщиком бананов в мире? Разыгрываем два пригласительных на выставку «Белорусский амбродип» в музей фотографии. Ну, и сразу после рекламы мы, конечно же, ответим еще и на вопросы наших зрителей в Вайбере. Напомню, что сегодня мы говорим о правильном питании. Дорогие друзья, вот каждый вторник в прямом эфире на телеканале «Беларусь 4» мы даем полезный совет, который пригодится каждому. И сегодня говорим о том, как питаться правильно. Кстати, разыгрываем пригласительные билеты на выставку «Белорусский амбродип», которая проходит в эти дни в музей фотографии. И вопрос, который мы задаем нашим зрителям в конкурсе, какая страна является крупнейшим поставщиком бананов в мире? У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Снежана. Снежана. Бананы любите? Ну, да. Любим. Хорошо. Ну, тогда какая страна больше всего в мире поставляет бананов? Индия. Конечно, Индия. Действительно, это точный ответ. Хоть все считают, что это Эквадор, Африка, все что угодно. На самом деле Индия. Почти 30 миллионов тонн в год. Тут же важно, нигде выращивают много. Кто умеет, да, кто умеет поставить. Спасибо большое. Я думаю, вам, Снежана, очень понравится выставка «Белорусский амбратив» в музей фотографии. Два пригласительных билета достаются вам. Ну и, Снежан, если вы с нами, скажите, какое у вас есть самое любимое блюдо? Все, Снежана уже пошла готовиться, да, к походу в музей. Хорошо. Дорогие друзья, вот напоминаю, что сегодня говорим о правильном питании. Есть очень много вопросов в Айбере. Наверное, пора к ним обратиться. Ольга набрала за три месяца зимы 7 килограммов. Сесть на диету не хватает силы воли и денег. Вот обратите внимание, многие люди считают, что питаться здоровой пищей – это очень дорого. Что скажете, Юля? Я думаю, что здесь скорее не хватает времени. Да, не всегда мы платим финансами, чаще мы платим временем за что-то. И вот здесь вот действительно так, потому что из простых продуктов можно приготовить простые блюда, но надо затратить время. А вот вы обратили внимание, вот Ольга, наша телезрительница, она же не только написала про деньги, что сесть на диету, ей не хватает силы воли. Вот как вообще контролировать наши вот такие вот, скажем, привычки, эмоциональную зависимость от еды? И где найти ту самую силу воли, чтобы перейти на это самое правильное здоровое питание? Чтобы научиться не употреблять иногда сахар, излишние порции себе не накладывать? Вот где это? Как научиться этому? Ну это не то, чтобы научиться. У человека должна быть мотивация сильно, стимул. Вот если, кстати, женщины чаще находят этот стимул, потому что менталитет таков, что женщине нужно быть красивой, стройной. То есть для неё это важно. То есть если для человека это важно, то он найдёт в себе силы и волю. И при одном и том же бюджете, я хотела дополнить, можно всегда более здоровое или менее здоровое. Даже понятно, что в абсолютных числах, если брать, то какие-то продукты мы можем позволить, какие-то нет. Но при одном и том же бюджете всегда можно менее здоровое купить за те же деньги, либо то, что полезно. Ленка, вот заговорили про мужское здоровье, про мужское здоровье, женское, и вот насколько питание должно быть действительно разным у мужчин и женщин? Или это всё-таки очередной миф? Ну, это может быть идёт из древности, когда мужчина бегал за мамонтом, то есть физически более... Я поняла, мужчина сегодня за мамонтами не бегает. Ну да, то есть нет, есть нюансы, потому что женщина, если, допустим, она готовится стать матерью, либо кормящей, тут есть гендерные некоторые, которые плюс у женщин, пока они в возрасте способны, так сказать, воспроизводить, потом в детородном возрасте, да, спасибо. У них там определённый гормональный фон, и у них холестерин меньше, там риск холестеринных бляшек и так далее. Потом, правда, они уже выравниваются с мужчинами после менопаузы. Но в целом всё-таки это больше, мне кажется, зависит от возраста, больше зависит от физической какой-то, ну, активности, от твоего трудового процесса. То есть как таковой разницы вы не видите в питании? Ну, я же говорю, плюс, может быть, где-то в привычках пищевых всё-таки мужчины так склонны, но это тоже не абсолютно, что вот больше там мяса, где-то, может быть, это и миф тоже. Я знаю много мужчин, которые очень даже любят овощи и фрукты, и склонны к рыбе, да, да, то есть это всё-таки больше миф, больше зависит от возраста и физической активности. Спасибо. Есть ещё вопросы. Вот Елена говорит, что три года в декрете дали о себе знать, поправилась на 12 килограммов, чувствует себя огромной и некрасивой, так и пишет. Ну, Елена, ну разве можно так к себе относиться, да, и называть себя огромной некрасивой? Я уверена, что вы красавица, умница. Вот как вот можно действительно прокомментировать, что сказать женщинам? Вот, Юль, вы сейчас в декрете, да? Много вообще, ну извините за такой вопрос, много набрали после третьих родов? После третьих родов, набрала я скорее не после родов, я даже сбросила после родов, уже набираю во время грудного вскармливания. То есть когда вы специально хорошо кушаете, чтобы кормить ребёнка? Да, специально хорошо кушаю, да. Это всё нивелируется физической нагрузкой, тоже она у меня хоть и небольшая, но я уже стараюсь её придерживаться. Вот, и безусловно, я понимаю, что... Вы не переживаете из-за этого? Абсолютно не переживаю, это повод сменить гардероб, это повод взглянуть на себя новыми глазами. Ну, конечно, лишняя там пара-тройка килограмм, она сбрасывается какими-то тренировками, тоже ещё раз повторюсь, да, физическими нагрузками. Это даже поход там с детьми, даже коляску катишь, это какая-то физическая нагрузка. Ой, ну в любом случае, вы мама, вы катишь коляску, да, эти пару лишних килограммов... Но если это уже очень волнует, безусловно, есть определённые специалисты. Есть, опять-таки, какие-то тренировки, фитнес, да, то есть если она поставит себе цель, да, то, безусловно, она добьётся той фигуры, которую она хочет. Причём при физических нагрузках фигура добивается, вес-то не снижается чаще всего, он остаётся или даже набирается, но форма просто... Форма красная. Да, форма другая становится. Тонус мышц кожи, это всё важно. Поэтому здесь, скорее всего, не в весе дела, а вот в самой фигуре. Елена, я прислушаюсь, пожалуй, с советом нашей программы, это вообще обращаемся ко всем мамочкам, которые чувствуют себя, как говорит наша телезрительница, огромной, некрасивой. Я не знаю, мне кажется, любая мама всегда просто прекрасна даже по своему статусу. Поэтому, да, для начала нужно как-то изменить к себе, наверное, отношения, конечно же, смотреть на своих детей и понимать, что это самое прекрасное, что вы, в принципе, сделали в своей жизни. Так, Людмила задаёт вопрос. Хроническая усталость, упадок сил, плохое настроение. Какие продукты повышают настроение, кроме шоколада? А, у Людмилы диабет просто. Можно перечислить? Это может быть ещё симптоматика гиповитаминоза сезонного. Сейчас как раз камень зимы, начало весны, всё-таки недостаток натуральных овощей, фруктов, солнечный освет. То есть, скорее всего, это может быть ещё и недостаток витаминов, каких-то, может быть, микроэлементов. Поэтому тут дело не в шоколаде, а просто постараться включить в рацион побольше фруктов. Я добавлю, хочу сказать, вот витамин D. Сейчас уже доказано, что витамин D, то есть солнечная активность, очень сильно влияет на настроение. Поэтому можно добавить, например, печень трески. Вот это просто кладезь витамина D. Можно даже в каплях купить витамин D, который деткам. Поддают маленьким, да? Ну, там дозировку главное, конечно, не переборщить. Да, только по дозировке посмотреть, да. То есть вот как вариант. Еда должна быть в радость, сообщает Анна. А Пётр, вот Пётр пишет, вот мужчина нам написал, пытаюсь питаться правильно, но всё время срываюсь. Вот так вот, так что не только женщины, да, вот так вот срываются. Вот многие вообще боятся. Важно, чтобы вас поддерживали в семье. То есть проще, оно легче, да. Если все в семье, вот, в принципе, на ужин едят этот салат, то и ты, в общем, да, и всё как-то так легко. А если ты ешь салат, а кто-то рядом в это время... Кушает пиццу. Что-то такое, да. Или терресу. И ты невольно, особенно если у тебя нет сильной мотивации, ты думаешь, зачем я хуже, сколько ты в жизни. Да, один кусочек-то можно. Да, да. То есть мы иногда... Да, поэтому лучше, конечно, когда тебя поддерживают. И это в семье, если это традиция, то легче, намного легче. Ну что ж, те, дорогие наши зрители, кто решил с завтрашнего дня начать правильно питаться, вот возьмите сейчас, напишите большую записку, повесьте её, ну, я имею в виду, на холодильник, да, что вся семья с завтрашнего дня переходит на правильное питание. Вот, кстати, Лена Николаевна, вот самый важный вопрос сегодняшнего эфира. А как это сделать? С чего начать? Достаточно ли такой записки для всей семьи? Или там провести пару лекций? Как начать правильно питаться? Ну, может быть, да, всё-таки систему, системно, чтобы это было, это постепенно. Но с чего-то нужно начинать. Я предлагаю начать с правильного завтрака, то есть всё-таки бутерброды заменить на кашу. Значит так, завтра начинаем день с правильного завтрака, то есть с овсяной каши. Да. Масло добавляем? Ну, нет, масла бы я не добавляла. Может, в крайнем случае, на молоке. То есть на воде, если не вкусно совсем, начните с того, что варите на молоке, но не добавляйте сахар и масло, добавьте, может быть, туда фрукты, ну, что-то такой, изюм там, да, мёд может быть, да? Очень даже вкусно, да, кстати, очень даже. Вот. И если на воде не можете, начните с того, чтобы на молоке варить. Ничего в этом страшного, особенно для детей, страшного нет. Ну и ужин всё-таки, да. Конечно, обратите внимание, что мы часто себя обманываем. Ну, либо лукавим, либо обманываем себя. Проанализируйте, сколько реально вы съедаете. Мы иногда думаем, либо говорим о том, что вот мы съедаем мало, а на самом деле это не так. Спасибо большое. Так, зачитаю несколько сообщений наших зрителей. Это советы наших телезрителей о том, как они, в принципе, пытаются питаться правильно. Давайте так, если они все верные, ничего не говорим. Если же хотите что-то прокомментировать, дело в том, что эфир заканчивает, если хотите что-то конкретно прокомментировать, пожалуйста. Сергей, надо меньше есть. Золотое правило, выходите за стола голодным. Согласны, да? Так, Кирилл сообщает, что он отказался от фастфуда и колбасы и говорит, что для него это подвиг. Действительно, герой. Вы, Кирилл, просто герой. Надо брать с вас пример. Валерия каждый день ест авокадо и капусту. Мой секрет здорового питания. Вот такой вот разный по вкусовым вещам, но... Овощи и фрукты. Овощи и фрукты. Ничего особенного, но овощи и фрукты каждый день. Так, Ирина, я, когда хочу сбросить лишние килограммы, отказываюсь от сладостей. Ну, вот так кардинально, не знаю, но человеку-то помогает. Не, ну, конечно, калорийность снижается, это может приводить вполне. Так, Ольга сообщает, что самый лучший способ похудеть это экономить на диете. Ольга, дайте подумать. Экономить на еде. Ой, экономить на еде, извините. Вот, экономить на еде. Да, вот такой вот лучший способ похудеть. Ну что ж, дорогие друзья, я вот хочу действительно закончить наш программ наверное вопросом к нашим гостям. Вы сегодня что-нибудь, вот Юля, Катерина, что-нибудь новое про здоровое и полезное питание для себя узнали в нашей программе? Может быть, как-то это повлияло теперь вот на ваш образ жизни и привычки? Ну, да, узнала. Я как бы это и знала, но не получалось придерживаться. Ну, да, кушать на ночь, за два часа надо стараться не кушать. Юля, ну, а вы какие-то выводы сегодня сделали еще что-то? Мне очень понравился рецепт Катерины, вот смузи, да. Не знаю, насколько я смогу этим полностью заменить завтрак, да. Но кашка нужна, наверное, все-таки. Ну, может быть, к этому кашу на воде, допустим, да. Мне очень понравился вот этот рецепт, да. Спасибо, дорогие друзья, спасибо вам за ваши советы. И вам, дорогие друзья, тоже спасибо за ваши советы и ваши телефонные звонки. Надеемся, что то, что сегодня прозвучало в нашей программе, эти полезные советы пригодятся вам. Я прощаюсь, это была программа Добрый вечер, Гомель, с Натальей Волонец. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры сделал DimaTorzok